Всем привет! Мы продолжаем изучать эффекторы в программе Cinema 4D. Сегодня мы с вами познакомимся с эффектором, который называется эффектор по сплайну. Находится он у нас во вкладке MoGraph, эффекторы и эффектор по сплайну. И с помощью него мы научимся создавать вот такой вот интересный эффект. Давайте немножко выровняем камеру и посмотрим еще раз. Отлично! Сильно долго мы задерживаться на данном эффекторе не будем. Почему? Потому что по своим функциям он в принципе дублирует такой инструмент Cinema 4D, как деформатор обернуть сплайн. Давайте деформатор удалим, потому что в данном случае он нам не нужен. Итак, что у нас имеется в сцене? У нас имеется клон-объект, непосредственно состоящий из пирамид. К нему подключен эффектор по сплайну. Давайте проверим, что он подключен. У нас в сцене имеется буква S, которая представляет собой сплайн и подчинена вместе с окружностью, то есть со сплайном окружность под инструмент SWEEP. Таким образом мы получили вот такую вот букву S. Переходим в настройки эффектора по сплайну. Заходим в эффектор и сплайн текст перетаскиваем в раздел сплайна у эффектора. Вот он. В данном случае у меня текст, вы же можете работать с любым другим сплайном. И опять-таки, что касается, в принципе, деформации и ослабления, то здесь она стандартная. Мы сейчас будем работать с бесконечным ослаблением. Параметры. Давайте с них начнем. Параметры у нас есть абсолютно относительно узла и относительно сплайна. Мы с вами, в принципе, разберем только абсолютное, потому что относительно узла и относительно сплайна, оно смотрится не очень так красиво, скажем так. И здесь же мы можем использовать вращение по трем осям, если таковое нужно. Итак, что касается эффектора. Давайте увеличим интенсивность до 100%. Как вы видите, клон объекты у нас выстроились вдоль сплайна. Давайте объект свип мы снова сделаем невидимым. И посмотрим. Здесь у нас есть настройки ап вектора, то есть в какую сторону могут смотреть пирамиды. В данном случае я оставлю по умолчанию. Мы можем использовать дополнительный сплайн, какой-либо как направляющий. Что это такое, мы тоже уже знаем. У нас есть настройки смещения и есть настройки начала и конца. То есть вот те, кто работал с инструментом обернуть сплайн, они вам будут известны. То есть мы можем проанимировать начало и мы можем проанимировать конец. В данном случае у нас еще есть ряд дополнительных настроек, которые вы можете использовать по своему, скажем так, желанию. Давайте еще раз попробуем. То есть, опять-таки повторюсь, из-за того, что эффектор по сплайну повторяет базовые настройки деформатора, обернуть сплайн, то тут, я думаю, у вас сильных проблем не возникнет. Итак, клон и буква. Давайте попробуем уменьшить количество клон-объектов. Допустим, возьмем по 10. У меня сейчас стоит по 15 в каждом ряду. И как вы можете видеть, заостренность в некоторых местах буквы становится еще больше. Давайте попробуем по 5. И изменим интенсивность. То есть, тем самым мы получаем либо сглаженную, скажем так, либо более заостренную букву. Ну что же, я думаю, с этим инструментом у вас трудностей не возникнет. На этом урок закончен. С вами был Александр. Всем пока! Пока!